друзья всем привет ну что у нас с полным ходом идет деноцификация всего мы тут прикопали уже больше 10 тысяч нацистов на своей территории а сейчас идет деноцификация инстаграма то есть там пропала русня сейчас расскажу обо всем подробнее а вы подписывайтесь на канал чтобы быть в курсе всего и ничего не пропустить и конечно друзья поддерживаем сбройнесыл украины нашу нацгвардию всех хлопцев и девчат друзья значит инстаграм ну это контрсанкции то есть россия дала контрсанкции западу и закрыла инстаграм и facebook для россиян но потому что там разрешили говорить о русне всю правду ну конечно поэтому всю правду нельзя знать о путине и самих себе поэтому путин решил поберечь психику русне и вот таким образом значит защитить их психику и закрыть им инстаграм и facebook ведь я не настолько бесятся даже сейчас записываю что сразу включилась воздушная сирена друзья но нас это не пугает продолжим и так они значит всех оттуда выпилили и началась истерика на россии на болотах завыли потому что как оказалось 38 миллионов россиян зарабатывали как-то там в инстаграме кто тем кто этим кто свою кафе свои букеты в общем хоть как-то вот но им это все уже не нужно царь решил что холопом хватит и хватит и они начали выйти страдать но как вы думаете что они сделали но мы в украине да там пошли протестовать люди что-то не они просто начали рыдать и жаловаться на свою жизнь вот послушайте одна рыдает что она не может больше выложить видео в инстаграм всем привет короче говоря я буду говорить как есть но меня накатила просто супер грусть конечно хотелось бы вас зарядить в последний день сделать венную stories блин ну мне еще вот честно даже я не знаю не хочу даже у них походить и самое голливое то что все ползут в этот вконтакте и его блять у меня прям сопротивление его вести не хочу вот ну все продала а вторая говорит что обратиться в роскомнадзор это кому на путина будет жаловаться в роскомнадзор ну дура ну в общем посмотрите вчера говорил что завтра будет возможность устроить переговоры с рнк насчет блокировки инстаграма привести ему ряд доводов почему это сильно повлияет на ряд маленьких бизнесов блогеров и тому подобное и если у вас есть какая-то история можете написать ее мне в директ я ее также приложу как соц доказательства если вы вели какой-то бизнес в инстаграме и если это принесет вам максимальные потери за нас не переживайте мы выжимаем за блогеров вообще не переживая вот за маленькие бизнесы напишите мне историю ваш вконтакте вконтакте уже все директ напишите пожалуйста да еще директ существует в общем и вот такие вот вот страна рабов которая стоит на коленях и с ними делают что хотят они воют плачут мышки плакали кололись но продолжали есть кактус но жрите дальше свой кактус нам все равно ну и конечно уникальная страна которая им все запрещают и они что делают первым делом бегут все это покупать значит уходит от них там nescafe значит бегут покупать кофе уходит от них макдональдс бегут нажираться макдональдса в последний раз попрощаться с ним ну я думаю дальше у них там уходит файзер наверное возьмут слабительного файзер на чтобы как-то прогнать nescafe и макдональдс из организмов и побежать попрощаться еще с кейси потому что он тоже от них уходит но от них уходят все поэтому надо срочно все купить на голову надеть тумбочку икеи юникло на морду и значит накрыться все пакетом макдональдса и куда-то отползать но на большее друзья они не способны ну вот вот такая страна в общем она возвращается семимильными шагами к своим истокам то есть на болото друзья на болото там вам и место друзья держим строй